С правой стороны мы с вами сейчас все время, она появилась в 18 столетии, раньше она появилась в другом месте, об этом что-то говорила. Моя имя святого Себастьяна. Себастьяна покрылась природой на пределах. Что интересно, когда начались пределы, Мариус хозяева не только за сохранность жизни своих членов семьи, но и за сохранность жизни родов. Без них они бы не имели своего благополучия, поэтому, конечно, здесь устраивались богослужения и устраиваются службы здесь до настоящего времени. Хозяева верующие люди, и когда у них бывают какие-то мероприятия дома, то они сюда проходят утром, до начала туристического времени, служба прошла в присутствии священников в деревне, дальше они уходят и все остается для туристов. Здесь в следующем помещении находится дверь, ведущая на хозяйскую половину, так что я им говорю. Когда священочка-культурка отпала, на стене убили его и туристы, сестерой справятся не желтые, они желтые, поэтому помка получила название «Желтая». Соседняя, да, урод, сочинка-голубая, он тоже остается, кто этот сын нашел. И вот там дверь, колокольчик, хозяйскую половину, здесь же находятся апартаменты сына-хозяина, когда он приезжает посетить родителей. И через эту дверь они как раз ходят в часовню. Здесь мы с вами видим пример или образцы мебели. Посмотрите, какие низенькие кресла. Это мужские кресла, здесь мужчины сидели. 160 сантиметров мужчина уже высоким считался практически до 18-го столетия. И если мужчины были 180 сантиметров, они торчали вообще над всей толпой, которая на баллах была. Подлокотнички, видите, такие маленькие. Но, естественно, что для дам делали кресла другие, потому что они же хотели больших платьев. Такое кресло, она просто лезть не могла, обручь не позволяли. Там подлокотникам не делали, сразу отличалась мужская и жесткая. Здесь мы с вами видим, фактически в каждой комнате увидим еще и израстцовые печи. Протопить перед тем, как люди туда сюда придут. Представьте, дамы там были в декортированных платьях, конечно, холодно, беленькие, несчастненькие. По чуть-чуть отогреться здесь можно было. Когда эту крепость строили в дальние времена, никто не продумал, что ее будут использовать для бытовых целей. То есть, как датчик я вам говорила, даже в летнее время холодно. Поэтому здесь стены, в принципе, я протаплив в комнате до прихода гостей, а кому прислуга здесь не появилась. Это здесь шиночки, которые прибивают как раз по перьям. И еще я вам сказала, портреты дамы, дам, интересный будет ответ. Эта дама, это была бабушка вот этой дамы, королева Штенли, в Великобритании столетия. Женщина красивая, даже если сейчас здесь в детстве все время прическую макияж, красивая дама. Какой-то летелый в детском двору. А это ее мать. Когда она была молодой еще женщиной, говорят, написала письмо в газовом платье. Он как бы органзов назывался тогда. Писала письмо в газовом платье, потом когда перестраивали, число, когда принесли, а здесь делали потолок, и на потолке начали удобность. Здесь просто расставки стола, здесь уже полный. В этом помещении дамы сидели, когда в помещении было, так и здесь, словно, все люди отправили, болтали, шушукались, секретами делились. Очень интересно, как лес, посмотрели, става от вас, шезлонка, даже става посредники. И в это кресло могли сесть только два человека, с обеих сторон, а рядышком не могли сесть, платья мешали. И в это кресло еще называлось шепками, потому что дала себе на него такую полустыню, думаю, шепкаться, без письма, без письма, без письма, без письма, без письма. Здесь не говорили о детях, в этой детстве, в щинах. Неизвестная общая защита, не спасая, не спасая, не спасая, не спасая, а с вашей стороны от вас видно ветер. Здесь было все предоставлено для письма, очень красивая отделка самого гостя. Далее здесь мы с вами видим, вот такие шпачки ровные, хорошие люди. Да, вы чем занимались? Независимое положение. Ее заботы. Дети, дом. Муж у нас делается потолка, который любому здоровью. С женой даже на головах, не больше, но у нас разрешалось танцевать, что стыдно было показать любому жене. Так что ели несчастная женщина. Хотя бы поболтать нужно о чем-то, по-моему, без дружбы. Не время, сколько дещи, пойти не туда. Гостей нету, находы нету, что будем делать? Будем книжки читать. Здесь книги собраны на разных языках. Немецкий, английский, французский, старик, итальянский язык есть. Чешский тоже есть, не находясь, он там прямо на жаре, на против меня. И сразу видно, в корешках, что новая литература. И что интересно, очень много было литературы целевой. Дело в том, что в летнее время я говорила, что это было для перемещения имущества, и юридическая литература. Слово «честь» очень ценилось, поэтому не нужен был нотариус, чтобы все это было признано. Подписали все, как положено, и все перемещали. Здесь на своем видео очень интересный комплект. Медий, посмотрите. Скулья, в темноте.